Виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц. Конечно. Виртуально можно же создать вообще идеальные формы, под любой вкус. Это прекрасно. Люди понимают, что все это искусственное. И все это не имеет никакой ценности. Представьте себе, что мы можем лепить вот так вот перед собой не виртуальную модель, а настоящую. Вот стоит передо мной человек, и я могу его лепить, как хочу. А ведь даже себя, может быть. Мы же тоже виртуальные. Состоим из клеток, из сил. Это же всего лишь векторы, которые рисуются нам в наших органах чувств. Я вижу перед собой нечто. Я же не вижу нечто. Это у меня все находится внутри меня. Из всех этих векторов мозг создает мне определенный образ. Так какая разница между тем, что я вижу это в мозгу, или я, кроме того, еще думаю, что это находится якобы передо мной, что я могу пощупать и щипнуть? Так это наш вопрос к вам. В чем разница виртуального мира, который мы рисуем, делаем диджитал, и виртуального мира, который мозг нам создает? Разница только в нашем представлении. Никак иначе. И то, и другое виртуально. Только есть степень виртуальности, к которой мы привыкли, к которой мы не привыкли. Если бы у нас было бы рентгеновское зрение, тепловое зрение, в других частотах, в других диапазонах, мы бы ощущали мир совершенно другим. Мы бы не ощущали стену, как что-то стоящее на пути моего зрения, или других органов ощущений. Если бы мои органы ощущений не натыкались бы на препятствия, я бы ощущал бы мир совершенно другим. Так что все зависит от модели, которая есть у нас в мозгу. Мы просто в данный момент закодированы природой, запрограммированы природой так, что мы ощущаем только узкий диапазон того, что существует на самом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова